СМИ США об Украине, помочь и подтолкнуть в правильном направлении. И на СМИ, Россия. 22 апреля 2019 года. У американцев есть поговорка, будь осторожен с тем, что ты хочешь, ты можешь именно это и получить. В течение многих лет американцы учили украинцев, а вместе с ними и другие народы бывшего СССР. Советский Союз был плохой, навыки работы в советских условиях, ничего не стоят, нужно смелее расставаться со старыми кадрами. Будущее, занятие гощины лишними знаниями молодежью, хайпом и драйвом, ну, и так далее, и тому подобное. Пока речь шла о победе над красными директорами и остаточными советскими интернационалистами, типа Аскара Каева, сомнений в полезности хайпа и драйва на Западе не возникало. Но вот когда вполне себе хайпаудрайвовый комик победил на Украине украинского националиста Петра Порошенко, имеющего опыт развязывания войны на востоке страны, газеты в Америке вдруг заностальгировали по опыту. Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост как по команде заскучали по зрелому возрасту и мудрым сединам Петра Порошенко, упрекая украинского избирателя в безрассудной любви к мятежной юности. Нью-Йорк Таймс накануне выборов в редукционной статье назвала саму идею избрания телевизионного персонажа в президента безумной, а для Петра Порошенко нашла следующие добрые слова, у него есть за спиной свой груз неудач в политике. Но он может требовать награды за некоторые реальные реформы, проведенные с тех пор, как в 2014 году он стал президентом. Он сохранил хорошие связи с западными правительствами и с Международным валютным фондом. Он добился прогресса в восстановлении национальной армии. Говоря о Порошенко, Нью-Йорк Таймс в статье находит несколько добрых слов даже для такого. Казалось бы, во всех отношениях страшного явления, как война, война, по крайней мере, поставила Россию в положение вне игры во время нынешней предвыборной кампании, поскольку ни один серьезный кандидат не решался агитировать за более тесные связи с Кремлем. А вот о Зеленском Нью-Йорк Таймс накануне его избрания повторяет первое привычное для западного читателя обвинение. Не успевший толком пожить в СССР 40-летний актер имеет связи с олигархами. Он связан с одним из мрачнейших олигархов Украины, Игорем Коломойским. Телеканал Коломойского показывает шоу господина Зеленского, а также активно продвигал его кандидатуру. А господин Коломойский, бывший когда-то союзником Порошенко, теперь стоит к нему в самой резкой оппозиции. Тему нехороших связей властного комика после победы Зеленского подхватила журнал Forbes. Но это издание пошло дальше коллег из Нью-Йорк Таймс, намекнув даже на связь Зеленского с русскими деньгами. Судя по слухам, помимо Коломойского, окружение смещенного президента Виктора Януковича также внесло свой вклад в его компанию. А может быть, задействованы были российские деньги и ресурсы. И благодаря ним Зеленский провел очень эффективную предвыборную кампанию. Его любили массы, хотя он не занимал твердой позиции или выбирал какую-то из политических платформ. Вместо этого он самим избирателям давал додумать за него, какова будет его позиция по тому или иному вопросу. Эту способность Зеленского обходить молчанием острые темы отмечают многие американские издания. Впрочем, некоторые из них все же выражают оптимизм в отношении Зеленского, при условии, что он продолжит борьбу с Россией. Зеленский – это молодой, прозападный предприниматель. Так что можно надеяться, что он вытащит страну из тупика внутренней политики, одновременно боясь с живущими по соседству русскими, пишет издание National Review, National Review. Однако издание тут же переполняется тревогой, когда вспоминает, что другой комик в Италии привел к власти правительство, не желающее враждовать с Россией. Зеленский не открывает нам своих планов во время предвыборного периода, во время которого с его стороны было много шауменства и малой информации. Но, кажется, это типично для телевизионных персонажей, когда они переходят со сцены в политику. Беппи Грилла, знаменитый итальянский комик, запустил свою радикально левую партию 5 звезд десятилетий назад, когда разозлился на коррумпированные элиты собственной страны. А итальянцы в конце концов приняли его не в шутку, а всерьез. И хотя он отошел от лидерства в своей партии, его соратники привели партию в прошлом году к коалиции с ультраправой популистской политической силой. Wall Street Journal старается успокоить страсти, обещая украинцам и собственным читателям, что Зеленского подтолкнут в правильном направлении. Украинцам есть, чем гордиться. Юная демократия провела прекрасно организованные выборы без больших нарушений. Избиратели выбрали еврейского главу государства, причем происхождение кандидата не было вопросом, что свидетельствует о плюрализме Украины. А господин Порошенко признал принял волю избирателей. И все же тонны этой кампании свидетельствовала о досадном разделении наций. Мистер Порошенко сказал, что победа Зеленского превратит Украину в колонию России. И почему-то, по мере того, как военные действия против российских агентов в Южной Украине, так в тексте, примечания редакторов, привели страну к кровавому тупику, ведшаяся Порошенко и грана струне национальной безопасности не нашла отклика в душах избирателей. США и Европа должны сделать все, что могут, для помощи этой стране. Украина сохранила, несмотря на смуту, прозападное общественное мнение и нужно, чтобы друзья за это подтолкнули ее в правильном направлении. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ.